привет зрителями так для этого видео я решил купить себе большой игровой монитор 2к монитор на 32 дюйма на сайте озон к сожалению у меня нет чека в бумажном виде что показать зрителям так сказать пруфануть что это не засланный монитор почему-то озон не кладет такие документы свои заказы но в личном кабинете остались данные заказы и видно что монитор я взял по скидке за 26000 рублей это примерно 380 долларов или 14000 гривен 175000 тенге вот в общем я кучу информацию прочитал про всякие мониторы и насколько я знаю есть там подвальный китай всякие там ноунейм и они буквально заполонили рынок всякие сяопинь мониторы и они такие действительно дешевле просто капец но там внимание нет сервиса и сколько проживет такой мониторчик неизвестно поэтому отбрасываем в сторону всякие мониторы хюнчин тау и я купил в итоге наверное один из лучших по своей цене мониторов от компании скажем так же жабает потому что за 26000 мы получим большой киеве экран на 32 дюйма и 165 герц нет это не реклама ни в коем случае marketplace или там компании одноименные просто я решил обновить свой компьютер на 2023 и обновиться я решил полностью и даже монитор новый поставить поэтому из брендовых компаний я не сумел найти ничего лучше по этой цене есть точно такая же модель от этой же компании но с матрицей ips вместо вей и стоит она 40000 это уже как бы ну не 26 так что в плане цены я можно сказать полностью доволен но вот в плане качества картинки и самой сборки монитора тут есть конечно нюансы и в коем-то веке я хоть что-то купил за свои кровные денежки и значит это будет максимально объективный обзор вот но сперва чтоб отбить потраченные денежки позвольте пригласить зрители на минутку полезной информации и далее уже вернемся к теме нашего видео друзья иметь собственный сервер полезно и не только для компании на сервере можно разместить сайт поднять личный vpn что весьма актуально но и можно запустить сервер для игры и для этого не нужно платить большие деньги у selectel примеру есть линейка серверов с десктопным железом selectel ведущий провайдер айти инфраструктуры и облаков шестью собственными дата центрами на их базе доступна аренда выделенных серверов линейки chip core это классная возможность арендовать изолированный производительный сервер по демократичной цене кстати недавно в ряде и конфигурации линейки появилась возможность объединить серверы по локальной сети эта опция пригодится для задач с повышенными требованиями к производительности и отказа устойчивости вы сможете работать с базами данных и 1s а также разворачивать кластеры кубер нет из на выделенных серверах линейки chip core кроме того с ресурсоемкими задачами помогут справиться и новые конфигурации на высокочастотных процессорах от amd и intel выбрать сервер можно из готовых конфигураций и арендовать на срок от одного дня по доступной цене а при долгосрочной аренде на 36 или 12 месяцев клиентов ждут скидки до 15 процентов регистрируйтесь в панели my.selectel.ru по ссылке в описании под этим видео или сканируйте qr код и заказывайте бюджетный выделенный сервер из линейки chip core в пару кликов всем удачи но мы вернемся к теме нашего видео и так наверное не будем вдаваться в подробности комплектации и прочего в этом плане монитор идет вместе с кабелем hdmi там идет еще кабель дисплей порт и также юсб кабель и блок питания с документами это все понятное дело это полезные провода все можно использовать и сделать даже мониторе юсб х правда подключить можно всего два юсб устройства к монитору но зато внимание хотя бы есть такая возможность есть также 2 hdmi входа один дисплей вход и один вход под наушники нормально общему с точки зрения возможности расширения стандартно скажем так себе наборчик но вот само качество материалов пластика и всеобщая конструкция тут мне лично не все понравилось например ножка она хоть и добротно собрана и внушает доверие но ее вид немножко знаете такой странный я бы даже сказал несоизмеримо широкие ласты что явно не все может как бы понравится да не спорю эти ласты отлично удерживает монитор на столе и устойчивость предельно высокая но скажите мне честно зрители кто собирается в жизни толкать или там не знаю трясти стол это абсолютно странно мне кажется люди просто поставят один раз в жизни монитор на стол и на этом как бы все тут нет смысла делать такую сверх устойчивую ножку жертвы при этом внешним видом а еще провод от клавиатуры его невозможно провести под ножкой этого монитора как у некоторых моделей поэтому он все время лежит сверху на подставке этой и это еще хуже портит вид на рабочем столе короче я думаю для видео сниму монитор пока что в таком виде то есть первое источники но потом скорее всего повешу его действительно на стену единственный плюс в этом держателе это дырочка то есть отверстие прошу прощения для прокладки кабеля вот это поистине очень полезная штука чтобы не свисали знаете провода сбоку монитора вот за это я действительно плюсую в основном перед нами знаете классические на ляпистый китайский дизайн с кучей деталей указывающих что это внимание геймерский монитор чтобы обязательно люди не перепутали всякие там надписи и футуристические линии но радует что хотя бы нет rgb подсветочки на тыльной части и это уже приятно обычно такие украшения любят в компании м сайну тут все же есть какая-то хоть мера и дизайнеры совсем немножко приукрасили монитор что ж наверное внешний вид монитора это конечно очень личная вкусовщина я же просто умывая руки в таких вопросах и для меня дизайн это не проблема я просто вешаю мониторы на стены по традиции и так уже сразу отпадает любой вопрос насчет внешнего вида второй немаловажный аспект который меня уже давно волнует это плотность пикселей на большом экране на 32 дюйма при разрешении qg или 2 кей дело в том что если бы монитор был 24 или там не знаю или там не знаю 27 дюймов то 2560 на 1440 точек это вполне комфортная и четкая картинка но вот при 32 дюймах тут уже конечно есть вопросы на мое личное усмотрение в идеале это 4к на таком большом экране это просто идеально но 4к на 165 герц и 32 дюйма стоит сегодня примерно 50 60 тысяч и это уже явно больше чем 26 это в два раза выше цена так что до вариантов нет да и пиксели действительно отлично видно на таком экране если сидеть лицом перед экраном на расстоянии скажем полуметра это обычное расстояние перед монитором если же сидеть чуть откинувшись назад на кресле и повесить монитор на стену то расстояние до экрана увеличивается до одного метра и вот в таком случае уже все становится куда приятнее и не так сильно заметно пикселизация я например сижу 90 процента времени откинувшись кресле назад и монитор еще при этом висит на стене так что там больше метра до экрана и все отлично смотрится если же сидеть близко перед монитором в том виде в котором его поставили вы на стол то конечно же бесит пиксельная сетка ты отчетливо видишь неровности шифта неплавные линии короче это ужасно пиксели можно просто не знаю перемещать пальцами запомните если берете большой монитор с разрешением 2к или что еще хуже 32 дюйма боже упаси с разрешением full hd то сидеть перед ним я бы советовал однозначно подальше чтобы не так сильно было видно пикселях а если берете 4k монитор и 32 дюйма то это уже снимает все вопросы и сидеть можно хоть лицом вплотную не знает вам впритык вот ладно все жди закроем тему пикселей и дизайнов теперь обсудим картинку что ж ну во первых сразу прям сразу я настоятельно рекомендую вам открыть меню монитора и там разделе гейминг найти подраздел овердрайв и выставить в нем режим спид или скорость потому что если оставить по умолчанию то будет явно заметно жвачка шлейфа в динамичных шутанах вроде контры и так далее там есть режим баланс или по моему авторежим и качество но я сравнивал все эти режимы и самый оптимальный как по мне это последний режим скорость далее очень важный момент это общее качество картинки на мониторе и если вкратце прям не вдаваться в детали то мне кажется буквально все мониторы до 35000 имеет просто одинаковые ей матрицы на 165 герц просто я лично сидел перед множеством мониторов в этой непростой жизни и в разном ценовом сегменте и почти все они тупо неразличимы по качеству изображения нет не честно вот кажется что все они собираются на одном заводе им тупо ставит одинаковые матрицы например от компании элджи там и какой-нибудь китайской потом лепит там наклейку бренда эмаса или и уси там не знаю иисус и все как бы заметно для меня все вей матрицы одинаковые и дисплей в этом мониторе то есть дает очень ожидаемую картинку во первых безумно высокий запас яркости и контраста который даже на 40 процентах мне кажется все еще очень ярким во вторых насыщенность цветов с уклоном в теплые тона идет у нас здесь и конечно же ожидаемые засветы и без них просто невозможно представить ни одну бюджетную вей матрицу да это не проблематично и да и сами засветы знаете не сильно уже большие такие в меру но я не буду скрывать что вей матрица уступает действительно по качеству айпиес зато она более яркая и черные цвета здесь более как бы ну такие глубокие поэтому такой же монитор с точно такой же айпиес матрицы стоит уже у нас не 26000 а 40 а при этом разница как бы ну довольно такая не сильно заметно стоит ли переплачивать и нет конечно же не стоит если берете монитор чисто для игр или там видосики смотрите вы найти сидеть то вполне как мне кажется хватает вей и качество экрана а если вы занимаетесь не знаю там сложным монтажом видео или ретушью фото где крайне важна точность цветопередачи чтоб матрица было 10 бита вот именно в таком случае есть смысл в айпиес мониторах и здесь только конечно можно переплачивать мне же для игр в большинстве случаев больше чем нормально использовать вей матрицу самое главное что я в бюджетном мониторе не нашел битых пикселей и ни одной мертвой точки что большая редкость для больших экранов и при этом дешевых картинка яркая насыщенная 165 герц есть ускорение матрицы до 1 миллисекунды против glow эффекта и это все что мне нужно было от этого монитора есть конечно вопросы к дизайну подставки но это мы уже обсудили это чисто вкусовщина это уже как бы ну каждому свою еще раз повторюсь самое ценное что монитор хотя бы включился потому что я знаю есть случаи что люди просто покупали мониторы подключают а там просто ничего не работает и я прям рад что у этого монитора нету даже явных дефектов полная комплектация в коробке и достойное нормальное качество картинки потому что если бы я нашел хотя бы битые пиксели я бы сразу вернул его обратно а это уже время это геморр на поэтому только из-за того что монитор не создал мне лишних проблем и я оставлю ему честные 8 баллов из 10 и это поверьте мне очень высокая оценка 32 дюйма на 165 герц и 2 кей матрицы без битых пикселей за 26000 это меня точно радует я редко покупаю технику но если уже покупают то прицеливаясь прям точно наверняка и чтобы не ошибиться мне просто знаете жаль денежек и в этот раз я думаю мне просто повезло вроде как бы все порядке я доволен не призываю ни в коем случае бежать покупает такой же монитор прямо сейчас не исключено что вам меньше повезет и может попасться там допустим брак и не хочется брать за это ответственность как бы это просто обзор на монитор следующее видео будет уже про готовые сборки я тоже сам соберу готовый комплект простенький там бюджетный чтобы не пропустить видео обязательно подписывайтесь спасибо что смотрели а я буду на этом уже заканчивать всем еще раз не болеть до новых встреч на канале увидимся пока пока